МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в Чувашии под знаком модернизации здравоохранения. А какие основные приоритеты были в 2014 году? Если говорить о 2014 году, то, конечно, модернизация в 2013 году не закончилась. То есть вот эти тенденции и эти темпы, они были продолжены и в 2014 году. Но, конечно, были расставлены приоритеты. Основной приоритет – это, конечно же, оказание медицинской помощи женщинам и детям. То есть это приоритет безусловный. Оказание специализированной помощи и высокотехнологичной помощи по сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. И большой приоритет был сделан в этом году на программу совершенствования, программу оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. То есть это вот, если так вот такими штрихами обозначить, то это было вот в эти направления. Но при этом продолжены были ремонты в лечебных учреждениях, продолжено было оснащение лечебных учреждений оборудованием. То есть это было все продолжено. Проводились оптимизационные мероприятия во всех лечебных учреждениях. Ну тогда у меня сразу же два вопроса в развитии темы. Когда будет достроено новое здание, новый корпус онкодиспансера в Чувашии, и удалось ли переломить такую очень негативную тенденцию начала прошлого года, о том, когда, вспомните, был всплеск такой младенческой смертности по причинам, не связанным со состоянием здоровья. То есть это к вам уже как к министру, и здравоохранение, и больше даже социального развития. Ну, на самом деле, ну если отвечать на первый вопрос, то есть онкологический диспансер строится, и я думаю, что в ближайшее время, во всяком случае, первая очередь будет сдана. Я думаю, что в будущем году мы уже, в общем-то, сможем туда зайти и увидеть первые этажи готового онкологического диспансера. Ну ладно, когда врачи туда смогут зайти. Я думаю, что в ближайшее время зайдут. Ждут этого, конечно же, и пациенты, и врачи. Поэтому это уникальное учреждение, которое будет создано и будет работать в ближайшее время. Что касается младенческой смертности, на самом деле, в этом году, ну сказать, что полностью мы все справились со всеми социальными проблемами нельзя. К сожалению, в этом году мы наблюдали еще один очень интересный феномен, когда у нас, пардон, выпадали дети из окон. То есть эта проблема была. Но это, конечно же, не младенческая смертность, то есть это не младенцы до года. Но у нас была детская смертность, когда у нас выпадали из окон двух, трех, четырех, пятилетние дети. Причем выпадали они в благополучных семьях, порой даже на глазах у родителей. То есть из окон, вот этих пластиковых, хороших, красивых окон. То есть открывали себя окна, и дети выпадали. То есть вот эта проблема у нас была в этом году. К сожалению, есть травмы, есть тяжелые травмы, есть, к сожалению, даже и потери. То есть мы потеряли маленьких детей, которые выпали вот из окон. То есть, увы, эта проблема есть, и поэтому, конечно же, она не медицинская, это проблема социальная. То есть об этом тоже нужно говорить. Алла Владимировна, какие показатели, на Ваш взгляд, лучше всего характеризуют состояние здоровья жителей Чуваши и здравоохранения в целом? Ну, конечно, есть показатели официальные, есть показатели социальные. То есть в первую очередь нужно говорить об официальных цифрах, официальных показателях. Это показатели все-таки продолжительности жизни, то есть средний возраст продолжительности жизни. Это показатели уровня смертности от тех или иных заболеваний, в частности от сердечно-сосудистых, от онкологических, от заболеваний дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. То есть у нас есть перечень заболеваний, которые мониторируются в указах президента Российской Федерации, но главный все-таки показатель, я считаю, это продолжительность жизни. И вот если сравнивать этот показатель с предыдущими годами, то за последние три года мы достигли, в общем-то, небывалого темпа роста вот этого показателя. И если за последние три года у нас этот показатель возрос на 2,3 года, стали жить больше, чем в Чувашии, то за предыдущие 10 лет этот показатель увеличился всего на 2,5 года. То есть это говорит о том, что за последние три года темпы роста, продолжительности жизни в три раза. Совершенно верно. Они возросли практически в три раза. Что это? Это, конечно же, вот те программы, которые стартовали в 2006 году, то есть это национальный проект здоровья, потом это программа модернизации здравоохранения, это сосудистые центры, это борьба с созданием региональных сосудистых центров, первичных сосудистых центров, концентрация пациентов. То есть это в первую очередь борьба со смертностью от инфарктов, от инсультов, от онкологических заболеваний. То есть вот эти все программы, которые реализовывались на территории республики, они дали свой положительный результат. Я полагаю, что продолжить, увеличение продолжительности жизни напрямую связано с качеством жизни. Конечно. То есть это уже даже и может быть и не медицинский показатель, скорее всего, а социальный. Вот у нас впервые в республике был утвержден профиль здоровья как отдельный проект, как отдельная программа. Эта программа направлена в первую очередь на усиление межведомственного взаимодействия. Ну, понятно, кроме очевидных Минздрав соцразвития, Минспорта, какие еще министерства будут задействованы, от кого вы ждете взаимодействия, помощи, поддержки? Ну, если говорить вообще о профилях здоровья, то нужно, наверное, посмотреть немножко в историю. То есть, когда впервые 10 лет тому назад в Чувашской республике стартовал проект «Здоровые города», то вот именно тогда в рамках этого проекта впервые был сформирован профиль здоровья, профиль здоровья города Чебоксара, профиль здоровья Чувашской республики, где на самом деле были указаны все стороны нашей жизни, которые так или иначе влияют на наше здоровье, влияют на здравоохранение. А вот указ, который был подписан главой Чувашской республики в этом году, он имеет, я считаю, очень уникальное значение, и более того, он, по сути дела, ну, как бы предвосхитил даже те слова, которые были сказаны президентом Российской Федерации в своем послании о том, что в 2015 году будет объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так вот, профиль здоровья – не что иное, как вот в том числе и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему? Потому что здоровье – это не только здравоохранение, это совершенно межведомственный подход и только комплексный подход всех ветвей, не только власти, а вообще всей жизни. То есть начиная со здорового образа жизни, со здорового питания, с физической нагрузки, с зарядки утром, со своевременной чистки зубов, то есть после приема пищи. То есть это вот все, это здоровая экология, это борьба с выбросами, борьба с мусором, борьба с загрязнениями, с выхлопными газами на дорогах. То есть это целый… Много со стрессом. Со стрессами. Борьба с курением, борьба с лишним весом. Ведь невозможно бороться с курением и с лишним весом врачам только. То есть это подход самого гражданина и ответственность самого гражданина за его здоровье. Здравоохранение в данном случае может только помочь, подсказать, выявить факторы риска. И поэтому профиль здоровья – это не что иное, как межведомственный подход. И в данном случае предполагается, что отвечать за профиль здоровья будет муниципалитет. То есть будет глава администрации, глава того муниципального образования, где будет сформирован этот профиль здоровья. То есть каждый муниципалитет должен для себя выработать определенные приоритеты движения. То есть на самом деле кто-то борется со стрессами, у кого-то выхлопные газы, у кого-то трубы дымят соседнего завода. То есть все факторы риска, которые есть на данном регионе, они, конечно, будут учитываться и затем определятся те приоритеты, которые будут реализовываться для улучшения здоровья в данном конкретном муниципальном образовании. Алла Владимировна, что еще, на Ваш взгляд, требует повышенного внимания в социальной сфере? У нас этот год был достаточно таким насыщенным именно в этом плане. Если говорить о социальной сфере именно в этом году, то, наверное, в этом году можно говорить о старте программы, такое вот уже финансовое выражение, старте программы «Доступная среда», когда мы стали обращать внимание, то есть, скажем так, финансово уже обратили внимание на создание «Доступной среды» во всех учреждениях социальной сферы. То есть стали строиться пандусы, подъемники, делаться вот именно «Доступной средой» не только, как мы говорили раньше, магазины, но сегодня театры, музеи, школы, все лечебные учреждения, все, по сути дела, дома должны формироваться обязательно с «Доступной средой». Причем это не только для «Доступная среда» для колясочников, а это «Доступная среда» для лиц с ограничениями зрения, с ограничениями слуха. То есть это тактильные кнопочки, это световые табло, то есть это переходы, которые будут сегодня краситься, мы уже видим в городе, да, то есть вот эта вот раскраска в желтый цвет, не только в белый цвет, а в желтый, потому что считается, то есть на сегодняшний день сейчас будут новые переходы, которые были организованы со светоотражательными полосами. То есть это тоже вот те новшества. Вот такие вот ребристые. Да, ребристые, ребристые, да. То есть вот в этом году впервые в республике появились ново-чебоксарские троллейбусы с подъемниками для того, чтобы могли троллейбусами пользоваться наши колясочники. То есть вот это, наверное... Ну, почему такое ново-чебоксарские? Ну, пока первые шаги оказались ново-чебоксарские. То есть здесь есть при учреждениях социальной защиты, есть автобусы, микроавтобусы, в которых есть вот такие низкопольные. То есть они немножко по-другому решили эту проблему. Так что вот это первые шаги, которые сделаны в этом году. В будущем году эта программа будет продолжена, и мы предполагаем закупку низкопольных уже автобусов и троллейбусов, то есть когда туда могут заезжать уже совершенно спокойно не только вот колясочки с подъемником, а там уже могут заезжать тогда и мамы с колясками. Хотела сказать, что, наверное, они тоже будут очень рады. Алла Владимировна, коллеги, мои коллеги недавно в рамках тоже аналогичного проекта такие же решили протестировать вот эти вот пандусы и спуски для маломобильных групп населения. Посадили совершенно здорового человека в инвалидную коляску, попробовали съехать. Ну вот говорят, что пару раз чуть не убились. Это вот издержки производства. Ну, конечно, издержки производства везде, наверное, человеческий фактор. То есть здесь уже лежит ответственность на руководители того учреждения, где создается эта доступная среда. То есть не нужно подходить формально, не нужно подходить буквально, говорить, что мы доступную среду сделали, вот она у нас такая. То есть, конечно, нужно делать все в соответствии... Ну, вызывать к совести можно сколько угодно долго. Есть какие-то вот, не знаю, контролирующие органы? Конечно, есть надзорные органы, есть прокуратура. То есть есть те учреждения, которые призваны проверять это все, писать предписания. Ну, а вы как заказчик, вот ваше ведомство, оно проверяет? Ну, как заказчик, конечно, мы проверяем в своих подведомственных учреждениях. Мы проверяем в учреждениях здравоохранения, социальной защиты. Конечно же, пытаемся, чтобы было все так, как должно быть. Ну, человеческий фактор. Ну, куда от него не денешься. Кстати, о человеческом факторе. Как в отрасли здравоохранения выполняются майские указы президента страны? Для того, чтобы стимулировать человеческий фактор, мобилизовать его на работу. Ну, если говорить вообще в целом о майских указах, их можно разделить как бы на две вот большие группы. То есть первая большая группа – это показатели здоровья, которые мы должны достигнуть. То есть это вот то, о чем я начала сначала. О чем мы уже поговорили. То есть это показатели уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от инсультов, от онкологических заболеваний, младенческая смертность, заболевания туберкулеза и ДТП. То есть это вот основное. Вот если здесь останавливаться, то есть мы практически достигли все показатели с заключением показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, поэтому показатель в этом году мы не только его не уменьшили, а мы его даже увеличили. И вот здесь вот, когда мы анализировали этот показатель, мы пришли к выводу, что, к сожалению, это не только здравоохранение. То есть мы видим в этом году большое количество аварий, причем аварий, когда смертность наступает до приезда машины скорой помощи. Мы потеряли в этом году больше 200 человек, почти 220 человек, при этом 10 детей. Причем дети есть маленькие от двух лет и старше. То есть это говорит о том, что вот это те потенциально человеческие жизни, которые могли жить в нашем обществе. То есть умирать они не то чтобы до приезда скорой помощи, а прямо на месте. Они прямо на месте, понимаете, это тяжелое ДТП, превышение скорости, выезд на встречку. То есть вот эти проблемы. Поэтому мы можем оснащать до бесконечности наше лечебное учреждение, но если эти тяжелые аварии будут происходить, мы будем бессильны. Поэтому это вот то, что касается ДТП. А то, что касается показателей его снижения смертности по всем остальным заболеваниям, я, собственно говоря, уже сказала. То есть всех целевых показателей мы достигли на сегодняшний день. Если говорить о второй составляющей, это человеческий фактор, это повышение уровня заработной платы. Причем обозначенные у нас приоритеты это 200% средняя заработная плата врачей к 2018 году от средней по региону. И у средних и у младших медицинских работников 100% к средней по региону. То есть фактически этих показателей вот по той дорожной карте, которая нам нарисована, то есть постепенное движение вперед, мы их достигли уже на сегодняшний день. То есть вот в рамках существующих. То есть чуть больше 30 тысяч сегодня мы имеем среднюю заработную плату у врачей. Чуть больше 17 тысяч у средних медицинских работников. И где-то около 10,5 тысяч это младший медицинский персонал. То есть этих показателей мы в принципе достигли. Но есть еще куда двигаться вперед. Так что в принципе думаю, что... Вот какой разброс. То есть мы сейчас говорим о средней заработной плате. Но очень часто приходится слышать, я думаю, что и не только нам, а вам в первую очередь, о том, что вот именно до средних показателей не дотягивают практически каждый второй. Задача наша сегодня совершенно правильный вопрос, совершенно логичный вопрос. И на сегодняшний день мы ставим вопрос о том, чтобы платить заработную плату. Но, конечно же, все равно не всем одинаково. Конечно, будут заработные платы и минимальные, будут они и максимальные. И наша задача сегодня перевести всех на прозрачные формы качественной оплаты по так называемому трудовому договору или по переходу на эффективный контракт. То есть эффективный контракт, где будут четко прописаны все критерии, за что врач будет получать заработную плату. Причем мы четко понимаем, что даже хирурги, работающие в хирургических отделениях, примерно одинакового, скажем так, одинакового уровня больниц. Их заработная плата тоже может различаться в зависимости от того, какой уровень сложности операции будет выполнять хирург, и какое количество операций он может выполнять в течение года. То есть от этого, конечно же, должна зависеть заработная плата. И тогда, да, тогда, конечно, если будет это все прозрачно, это будет все расписано, тогда не будет возникать вопросов, почему один хирург получает 15 тысяч, а другой получает 45 тысяч. То есть вот эти критерии прописаны, и каждый знает, за что он получает. Но если говорить о разбросе на сегодняшний день, да, конечно, молодые врачи, которые приходят в клиники, они могут иметь сегодня заработную плату 12, 13, 14 тысяч рублей. Но при этом я могу назвать среднюю заработную плату молодых врачей, которые работают первые 2-3 года, имеющие зарплату и 25, и 30, и 35 тысяч рублей. Ну что для этого необходимо? Значит, для этого необходимо. Ну, во-первых, мы будем говорить о том, что если врачи, работающие на первичном звене, получающие дополнительные выплаты, как врачи участковые или врачи общей практики, они получают эти дополнительные выплаты. Врачи, которые дежурят, врачи хирургических стационаров, то есть ночные дежурства, конечно, у них заработная плата будет чуть выше. Поэтому, конечно, вот все зависит от того, где оказывается, где работает врач. Естественно, от сложности его труда, от квалификации, от умений, зависит его заработная плата. Вот обсуждается в последнее время вопрос о том, что врачи, в свое время уехавшие в столицу, в другие крупные города, возможно вернутся в Чебоксары, в Чувашию. То есть на свои рабочие места, оставленные в надежде на более высокое вознаграждение. Вообще, насколько это реально? То есть есть уже такие... Есть, уже есть прецеденты. То есть есть прецеденты, когда возвращаются врачи, уехавшие, поработавшие немного в Москве, они возвращаются обратно сюда, в Чувашскую республику. Потому что, ну да, не секрет, уровень заработной платы в Москве повыше, но и уровень жизни в Москве повыше. Поэтому здесь, наверное, трудно сказать, что вот все однозначно хорошо в Москве. Поэтому можно работать и у нас здесь, и можно получать очень достойную заработную плату. Так что я считаю, что у нас есть врачи, ничуть не меньше получающие, чем в Москве. То есть есть надежда, наконец, укомплектовать штаты медицинских учреждений хорошими специалистами? Потому что, насколько я понимаю, в Москву уезжают тоже... Разные. Уезжают разные. То есть нельзя сказать, что уезжают обязательно вот очень хорошие и не очень хорошие. То есть поэтому квалификация очень разная. Понятно. И в завершение нашего разговора вопрос, который не теряет своей актуальности уже много-много лет. Это диспансеризация населения. Вот хорошо помню, когда это все начиналось, больше того, сама Гришна. Ну, как-то, в общем, я не восприняла это всерьез, потому что мне казалось, что это профанация, мне казалось, что это вот просто решили и заставили. А мне это не нужно. Вот много ли сейчас осталось людей с такими взглядами? Или все-таки удалось как-то поменять сознание, и теперь народ понимает, что это не только для работодателя? Вы знаете, тоже, наверное, нужно рассматривать диспансеризацию с двух сторон. Со стороны врача, со стороны пациента. То есть я считаю, что это прекрасное введение. Вот мы вернулись к этой диспансеризации. Второй год мы ее проводим. Да, в прошлом году были такие мнения, что вот нас заставляют в бешеные очереди, попасть невозможно, есть проблемы. Согласна, что это тоже зависит от лечебного учреждения, хотя мы стараемся, чтобы везде все было по графику, везде не было никаких очередей, было все по записи. Но, опять же, человеческий фактор имеет место быть. И, наверное, вот когда вдруг некачественно проведена диспансеризация, если пациенту пришлось стоять в очереди или не совсем внимательно к нему отнесся врач, наверное, да, у него останется негативное отношение к этой диспансеризации. Но при этом есть еще и очень объективный фактор и объективный критерий выхода по итогам диспансеризации. То есть, буквально на сегодняшний день только в рамках проведенной диспансеризации мы выявили порядка 400 человек с онкологическими заболеваниями, причем на ранней стадии развития. То есть, как правило, это молочная железа, это заболевания желудочно-кишечного тракта, это заболевания легких. То есть, это говорит о том, что если бы пациент не пришел на диспансеризацию, то он бы, может быть, и пришел. Он дошел бы до того же онкодиспансера, но уже в глубокой стадии заболевания. Естественно, продолжительность его жизни сразу бы сократилась. Мы выявили порядка 200 человек, у которых есть те или иные отклонения в эндокринологическом статусе. Но не будем брать ожирение, к сожалению, у нас здесь есть проблемы с лишним вешим. Это больше, чем 200. У многих, но сахарный диабет, то есть сахарный диабет это то заболевание, пока вы не возьмете кровь на сахар, просто вот кровь на сахар, то вы не скажете, есть проблемы или нет проблем. То есть, пожалуйста, мы выявили этих больных, мы своевременно назначили им лечение, мы своевременно провели рекомендательные какие-то мероприятия, и пациент остался в строю. Сердечно-сосудистые заболевания, сколько мы их выявили, то есть это очень большое, то есть там больше 5000, то есть это артериальная гипертония, это какие-то пороки в области сердца, то есть были направлены пациенты на высокотехнологичное оперативное лечение. То есть это все в рамках диспансеризации. И поэтому, ну скажем, отрицательно относиться к диспансеризации человек может только в том случае, если он убежден в своем собственном здоровье, но и даже в этом случае все равно проходить диспансеризацию необходимо. То есть все равно что-то, да мы найдем. Поэтому нужно приходить, проходить. Нет здоровых людей. Есть недообследованные. Есть недообследованные, да. Так что, поэтому здесь еще раз говорю, это ответственность и врача, и пациента. И причем вот здесь должно быть обязательно обоюдное желание быть здоровыми и пациенту, и врачу. Алла Владимировна, какие задачи, главные задачи, вы поставите перед своими коллегами на следующий год? Ну, наверное, вот помимо всех тех задач, которые мы ставим всегда, то есть это снижение наших показателей смертности, это оптимизация. Кстати, вот об этом же сказал опять-таки в послании президент Российской Федерации о том, что мы каждый год должны экономить наши расходы бюджетные минимум на 5%. То есть это говорит о том, что все, что мы имеем сегодня в отрасли, мы должны рационально использовать. И, наверное, главное, о чем бы я хотела, ну, скажем так, сказать, и о чем опять-таки сказал Владимир Владимирович, это милосердие и репутация. К сожалению, на сегодняшний день мы иногда вот за тем, что мы имеем на сегодняшний день в отрасли, забываем о своих человеческих качествах, о человеческом отношении к пациенту. И, к сожалению, мы видим, что большее количество жалоб сегодня стало не на качество оказания медицинской помощи, а на так называемое невнимательное отношение врача к пациенту. То есть грубость, невнимание иногда, вот на это. Поэтому, а это не что иное, как наше милосердие и репутация. И я думаю, что вот все, что зависит от материальной части, она на сегодняшний день у нас есть в здравоохранении. А вот это моральное, душевное отношение, если мы будем душевно относиться к нашим пациентам, я думаю, что все у нас получится. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была министр здравоохранения и социального развития Чуваши Алла Владимировна Самойлова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин